Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена, Австралия, с еще одним видео, без монтажа, без редактирования и одна только правда. Сегодня интересная тема. Австралия. Очень многие меня спрашивают, несмотря на то, что мой канал больше рассчитан на здоровье, на образ жизни, многие интересуются, как в Австралии, как я попал в Австралию, почему Австралия. И сегодня это видео именно на эту тему. До того, как мы начнем, пожалуйста, я вас очень прошу, подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажимаем на колокольчик, подписываемся на все видео, которые приходят, темы интересные и канал нужно развивать, потому что многим будет полезно узнать вещи, которые не говорят доктора, не говорят тренера спорта. И вообще, есть некоторые лайфхаки, которые мне самому было интересно узнать и поделиться с другими людьми. А сегодня об Австралии. Как я попал в Австралию? Почему Австралия? Интересный вопрос. Если честно, жизнь, конечно, нас раскидала. Я думаю, когда мы все начинали школу, люди моего возраста никогда не предполагали, что мы уедем из нашей родины. Я родился и прожил с начала жизни в Киеве, на Украине. И я любил этот город. Я любил все, что я делаю. Но жизнь так повернула, что нужно было уехать. И вопрос был интересный. Почему Австралия? Как бы не было смешно, еще давно, когда был совсем маленький мальчик, мой друг познакомил меня с серией книг о Томике. Томик путешествовал по миру. И была серия книг Томик в Африке, Томик в Новой Зеландии, Томик в Австралии. И эта книга в моем детском мозгу отложилась как самое яркое впечатление об Австралии. Если честно, почти все, что я прочитал этой книге, скорее всего, неправда. Книга описывает в основном джунгли. Книга описывает вещи, которые были, я думаю, в прошлом веке. Но вот это вот детское впечатление о книге меня никогда не оставляло. И вот я шел по жизни. И в какой-то момент я начал работать на HP. Хюлит Пакет. И компания американская. И очень много курсов было на языке, который я не понимал на английском. Английский язык не был никогда моим коньком. Я никогда его особо не учил в школе. У меня не получалось английским по жизни. Я английского никогда не касался. И дошел до момента, когда я не мог продвигаться по работе, не выучив язык. И комбинация желания продвинуться по рабочей, как бы, ступеньке, узнать английский язык и также научиться в стране своей мечты, привела меня, скорее всего, к Австралии. Я думаю, что поэтому, как бы, Австралия... Вообще, выбора было немного. Можно было научиться английскому Канаде, Америке, Англии, Австралии. Немного есть стран, где говорят на чистом английском языке. В очень многих странах говорят на английском. Половина Африки говорит на английском. В Индии, кроме их местных диалектов, они считают, что они говорят на английском. Нельзя в этих странах научиться английскому языку, потому что диалект колоссальный. Есть даже такие моменты, когда скажу, если вы хотите научиться английскому языку, Даже такая страна, как Шотландия, скорее всего, будет не самой хорошей страной для обучения английского языка. Очень сильный диалект, и так на английском языке в основном в мире не говорят. Поэтому, если вы хотите попасть в Австралию для того, чтобы только научиться английскому языку, скорее всего, английский в Австралии один из самых близких диалектов к английскому в Англии. Затронуть хочу также английский в Англии. Английский в Англии не типичный английский, допустим, как вы имеете в Америку, и в Америке почти, как английский слышится, он почти в американском стиле одинаковый. В Англии, в Лондоне один стиль, как они говорят на английском. Вы выезжаете из Лондона особенно южнее, совершенно другой стиль. И, как по мне, Англия одна из самых тяжелых стран, где можно научиться английскому языку. Но это, если вас бюджет позволяет, и вы хотите именно английский из Англии, в Англии тоже очень хорошо можно научиться английскому языку. Австралия. В Австралии почти везде говорят на английском по-одинаковому. Конечно, в разных штатах разный диалект, но я думаю, что её можно сравнить с Австралией, как бы, с Россией. Если вы научились говорить по-русски в Москве, почти в любой точке в России вас будут понимать, и будет всё нормально. Точно так же и в Австралии. Я думаю, что английский почти везде одинаковый, несмотря на диалекты. Также английский хорошо можно научить в Канаде и в Америке, но я об этих странах знаю очень мало, и я думаю, что очень много видео в интернете, где можно найти. Таким образом, скорее всего, я попал в Австралию по двум причинам. Первое, мне нужно было высшее образование. У меня было образование только колледжа, когда я попал в Австралию, и мне нужно было высшее образование. И я приехал в Австралию выучить английский язык, получить высшее образование и вернуться в HP. Но судьба повернулась по-другому. Я закончил бакалавр и начал учиться на степень магистра в нескольких направлениях. И в конце концов, у меня, скорее всего, вот эти связи, которые были с HP, немножко прервались, и не было смысла уже возвращаться обратно. И также я полюбил Австралию. И на этом моменте хочу сказать, что ребята, Австралия не для всех. Я был во многих странах. Есть несколько стран, где я пожил. Какое самое большое отличие между Австралией и другими странами? Для нас, бывших репатриантов с бывшего Советского Союза, в Австралии не такие большие отношения между русскоязычными. Можно их найти, маленькие кучки, но вот именно вот то, что вы можете найти целые районы, или почти целые города, говорят на языке, который вы понимаете. У них такая культура, которую вы понимаете. Культура очень оригинальная у людей из бывшего Советского Союза. Этого Австралия найти очень тяжело. По двум причинам. Первое, репатриация войны слишком большая русскоязычных в Австралии. И второе, Австралия громаднейшая страна с маленьким концентрацией русскоязычных людей. Поэтому, если вы думаете приехать сюда и продолжать жить той культурой, которую вы знали всю жизнь, могут создаться маленькие проблемы. Я просто предупреждаю, потому что многие от этого тут страдают. Культура австралийская, она очень интересная, она хорошая, но она отличается от культуры, которую мы знали, как бывшего Советского Союза. Также, как попасть в Австралию? Это, скорее всего, первый вопрос, а не то, как я сюда попал. В Австралию можно попасть несколькими путями. И если некоторые из этих пути интересны, я создам отдельные видео и буду делать акцент на это. Но давайте разберемся, какими путями можно попасть в Австралию. Первое, хочу подчеркнуть, что Австралия, как любая капиталистическая страна, любит деньги. Если у вас нет денег или мало денег, вам будет труднее попасть сюда. У меня денег было немного, но у меня был хороший план, как я его создал, как попасть в Австралию по, скажем так, обучению и во время обучения получить возможность зарабатывать деньги и также себя поддерживать. Сейчас лавочку немножечко прикрывает, но опять-таки не об этом. В Австралию можно попасть несколькими способами. Первое, это открыть свой бизнес. Австралия очень любит брать налоги с людей. И если у вас бизнес, который будет приносить Австралии доход, они не дискриминируют ни по языку, ни по откуда вы приехали. Самое главное, чтобы у вас был легальный бизнес, и он приносил деньги вам и Австралии. Первое, это бизнес-виза. Второе, это образование. Австралия, скорее всего, не так любит образованных людей, как одно из самых больших прибыльных ниш для Австралии, это университеты. Большинство студентов в Австралии, во всех университетах, а университеты хорошие, приезжают из-за границы. Китай и Индия, конечно же, большинство, но другие страны быстро догоняют. Если у вас есть деньги, и вы хотите получить образование в Австралии, и также тут остаться, есть очень большие шансы, но этот путь нужно планировать, потому что система миграции через образование немножко тяжелее, чем по бизнесу или другим способам. Третий способ, который не считается легальным, но его также используют, это бракосочетание. То есть вы можете найти австралийку или австралийца, жениться или выйти замуж, но там очень жесткие критерии. Первое, нужно доказать, что до того, как попали в Австралию, вы были знакомы как минимум пару лет. Второе, человек, с которым вы связываете свою жизнь, должен гарантировать финансовое и обеспечение здравоохранения. И третье, вам дадут временную визу пробывания и не дадут гражданство после бракосочетания. И там, я уже не помню, я могу разобраться, если кому-то интересно, какое-то количество лет нужно прожить, чтобы получить гражданство. Это три основных способа, как люди выпадают в Австралию. Если вам хочется немножко больше узнать об Австралии и понять, хочется ли вам вообще сюда когда-либо приезжать на постоянную жизнь, я советую очень сильно приехать и пожить тут как минимум пару месяцев. Не как турист, а именно окунуться, что такое австралийская жизнь, как австралийцы проводят время, и вообще страна ли это для вас. Дело в том, что в каждом штате есть абсолютно разные правила, разный климат, люди видят себя по-разному, и не для всех это как бы приемлемо. Приезжайте, посмотрите, страна прекрасная, но не для всех. Дальше. Давайте поговорим о климате. Многие об этом знают, но когда приезжают, то опять-таки есть такое удивление, из-за того, что мы находимся совершенно в другом полушарии, все сезоны тут наоборот. То есть Новый год — это лето, а август, когда все отдыхают в Европе, тут — это зима. Сейчас конец мая месяца, у нас почти начинается зима. Холодное утро, все. Климат в Австралии интересный. В Австралии очень много климатических поясов. Если смотреть, допустим, вверх, если пойти ближе на север, север, кстати, там, где жарко, ближе к Дарвину, это тропики. Я, допустим, там бы не выжил. Почти 100% влажность, почти всегда зимой и летом температура выше 30 градусов. Если вам это нравится, прекрасное место провести свою жизнь. Дальше, если мы опускаемся ниже, 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 я живу ровно в средней части Австралии, на восточном побережье. Климат тут нормальный, летом мне чуть-чуть жарковато, зимой, конечно же, хочется снега, но снега не бывает. Самая холодная температура, которую либо я тут замечал за последние 17 лет, сколько я тут живу, было плюс 2 градуса. Это зима. Зимой меньше дождей, холодно, летом больше дождей, иногда ураганы и жарко. Если опускать ниже по Австралии, ближе к югу, там где Сидни, Мельбурн, если пойти в сторонку Тасмании, Тасмания это остров, который отделен от материка, но это австралийский штат, то, конечно же, там прохладно, и если вы приезжаете из более северных частей, я думаю, этот климат вам понравится больше. С точки зрения жизни, почти нигде нет никакой разницы. Вот такие вот дела. Я не знаю, что еще рассказать. Это как начало разговора об Австралии. Если еще интересно, какая финансовая ситуация, какие работы, какая пища, культура, культура, не знаю, автомобили, дома, океан, задавайте вопросы. Будем развивать эту тему, будем говорить на нее. Мне, я горж тем, что нахожусь в Австралии, я добился того, чего хотел, не хочу дорогу назад. Но, опять-таки, Австралия не для всех. Если она вам интересна, как туристу, или как человеку, который сюда хочет приехать жить, дайте знать в комментариях, на какую тему хочется, чтобы я снял видео. И также, если понравилось это видео, или любят другие видео на моем канале, пожалуйста, ставим лайк, подписываемся, и делимся с друзьями, чтобы большее количество людей смогло посмотреть ту работу, которую я делаю. Спасибо большое, друзья. До следующего раза. Гриша.